Теперь тему мы эту разобрали. Следующая тема такая. Душа. Душа имеет сознание. У души есть энергетический аспект, аспект энергии. Энергия души — это сознание. Что такое сознание? Вот я сейчас говорю, и вы в вас слушаете меня. Вы слушаете мое сознание. Потому что, если, допустим, я вас буду обманывать, вы это почувствуете и тоже будете слушать. Но уже не так. То есть это означает, что сознание передается от одного человека к другому, поэтому ничего не скроешь. Все наружу находится. И сознание человека должно быть привязано к самому высокому в жизни. Чем выше привязанность сознания, тем правильнее жизнь протекает. Потому что душа сама по себе, она имеет свое строение. То есть она состоит из вечности. То есть кроме сознания, у души есть еще духовное тело. Духовное тело не живет в этом мире, спит. В этом теле мы живем с помощью тонкого тела и грубого тела. Духовное тело живет только в атмосфере полного, непрерывного, самозабвенного служения истине. Истина означает энергия любви, означает чистая любовь. Чистому, когда душа живет, когда человек служит, он служит неперерывно, как бы забыл про себя, желает счастья, заботится, забыл про себя. То душа проснулась в это время, она живет. Когда мы вспоминаем о себе, душа засыпает. Тонкое духовное тело человека спит в это время. Поэтому по факту большинство людей живут как во сне, потому что они все время живут для себя. Настоящая жизнь, то есть какая настоящая означает глубокая, в ней много веры, силы, любви, чистоты. Настоящая жизнь просыпается, когда человек начинает пытаться жить не для себя. А это очень сложно в этом мире, потому что в этом мире все соткано из эгоизма. Все абсолютно. Даже деревья, они тоже эгоистичные, птицы эгоистичные, все вокруг соткано из эгоизма. Все хочет жить для себя, надо победить это все, восстать против этого. Душа должна в духовную платформу встать, жить по-духовному, а не по-материалу. Итак, у души есть три энергии. Энергия вечности всегда, душа всегда привлекается энергией вечности. Душа всегда хочет вечно жить. А вот энергия знаний и счастья, она привлекает душу в зависимости от задач, которые она перед собой ставит в жизни. И если душа хочет счастья или любви, тогда в этом случае она получает тонкое тело, которое имеет женскую природу. То есть, смотрите, женщиной, девочкой душа родиться или мальчиком, это на самом деле определяется до зачатия. Душа, находясь в тонком теле, уже устремлена, допустим, к счастью в этой жизни. Она хочет любви, и поэтому она рождается девочкой. Ну, начинается уже девочкой, потому что она хочет счастья. А вот эти там хромосомы, они подстраиваются уже под это сами. То есть, это уже потом технический момент такой, который уже создан тонкое тело, уже получает тонкое тело, уже по факту настроено на женскую природу. Тонкое тело может быть на мужскую природу настроено, потом оно может перестроиться и настроиться на женскую природу. В результате человек вырастает женщиной. Вот эта вот пословица, что курица не птица, а женщина не человек, это неправильная пословица. Потому что именно человек, тот же самый, который как бы сейчас мужчина, он в следующей жизни может родиться женщиной. Тоже человек. Женщина тоже человек, только по-женски. Я сам себе объясняю просто. Потому что я мужчина, и мне сложно это понять до конца. Ну, как бы женщина загадка для мужчин. Поэтому, женщина соткана из любви, ее цель любовь, цель рождения любовь. И поэтому все тело, оно приобретает мягкие черты, нежные, то есть, ручки тоненькие, как бы личка, такое более тонкие черты имеет, как бы. И женщина смотрит на себя, а в зеркало она думает, господи, какая я красивая. А этот скотина не понимает. Так, иногда такие мысли возникают у женщины. Она смотрит на себя, думает, так как красиво досталась такому придурку. Вообще удивительно. Ну, то есть, так иногда вот мысли такие приходят в ум. Когда смотришь в зеркало, да, на себя. То есть, женщина соткана из энергии красоты. Кто-то возражает? Нет? Никто не возражает. Хорошо. Придем к мужчине тогда. То есть, у нас осталась энергия знания, так? Энергия вечности. Все, как бы, хотят вечности. Женщины хотят любви или счастья. Мужчины хотят знания. Они хотят разобраться во всем, понять, как жить. И интересно, так устроено развитие человека, что женщина, когда она девочка, маленькая девочка, она хочет научиться любить, как мама. Но она еще не может. И она к этому сильно стремится. То есть, девочка, она смотрит, как вот взрослый любит, и она так хочет тоже так жить. Она играется в куклы. То есть, она хочет любить ребенка. Она играет в отношения. Она хочет любить мужа, там, допустим. Она играет в это все, в любовь. Она имитирует. Она к этому стремится. Но у нее еще нет этого всего. Но у нее, допустим, есть знания. У девочки маленькой есть знания. Она все знает. Ее о чем не спроси, она все знает. Вот этот дядя такой, этот дядя, эта тетя такая. Мама, я все знаю. Ну, то есть она все знает. Она жизнь уже знает, девочка-мамя. Потому что у нее сердце, как бы, знание уже наполнено. Ей не надо к этому стремиться. Поэтому вот этого вот импульса к знанию у женщины нет. Она, ей легко учиться, женщине, она все усваивает, материал быстро. Все, вот как говорит учитель, так она запоминает все. Она усваивает материал, девочкам легко учиться, легче, чем мальчикам. Вот. И у них это к импульсу, к знанию нет. Но им очень трудно достижима вот эта тема любви. Она хочет любви, и не хватает любви в жизни. Девушке не хватает любви. И она очень нуждается в ней, в этой любви. А мальчики, они, как бы, они энергию любви в себе имеют внутри с рождения. Они имеют эту энергию, они очень любчивые. Мальчики, маленький мальчик, он очень любчивый. Он быстро влюбляется. Но у него нет знания. Он ничего не знает вообще. Допустим, ему 5 лет. Его спрашивают, ты кушать хочешь? Может, не хочешь? А что хочешь? Гулять. Ну, то есть, он ничего не знает. Девочка 5 лет все знает. Она все видит, все понимает, все знает. Мальчик 5 лет ничего не знает. Но он хочет знать. Ему хочется разобраться. И этот импульс к знанию, он постоянно движет им. И постепенно, смотри, где приходит время, мужчины знают больше, чем женщины. Женщинам кажется, что они знают больше. Поэтому они мужчин не слушают. Но мужчины на самом деле знают больше. Почему женщинам кажется, что они знают больше? Потому что у них очень чувствительное сердце, и они все видят вокруг. Они чувствуют вокруг все. Но знание означает знание о себе прежде всего. Ведас интересную такую доктрину утверждает, что воистину знает тот, кто знает о себе. А тот, кто знает о других, воистину не знает. Так вот, проблема у женщин в чем заключается? В том, что они очень хорошо знают о других. Но им очень трудно заметить недостатки в себе. Очень трудно. И поэтому мужчины знают больше, потому что они знают недостатки в себе. Они, конечно, тоже стараются других увидеть недостатки. Это общая проблема. Ну, допустим, вы заметили, когда в споре, допустим, мужчина-женщина начинают спорить, то всегда побеждает женщину. Почему? Потому что мужчина только открывает рот, а она ему уже все говорит о нем, все его недостатки. А он еще не успел понять ее недостатки. Поэтому говорить нечего. Потому что он об этом не задумывался. Он же видел, как бы в ней самое лучшее. Он как бы ее любит. За что, женщину? За красоту. Красота – это самое лучшее. Так? И он поэтому не видит мне недостатка. Он думает, ты у меня божественная. Женщина видит. Она говорит, а ты у меня не божественный. Так? Но интересно знать, что у женщины есть то, чего нет у мужчины. У нее есть правильный ответ в сердце. У женщины сердце находится снаружи, а у мужчины глубоко. Он не чувствует ситуацию так, как у женщины. У женщины есть правильный ответ. То есть, разум у женщины тоже сильный. Но он работает в сторону правильного ответа. Не в сторону достижения чего-то. В сторону правильного ответа. В целом, веды считают таким образом, что женщина легко ориентируется в той сфере жизни, которая уже имеет правила игры. Ну, то есть, женщине легко ориентироваться там, где все понятно. А мужчине, мужчина имеет возможность ориентироваться там, где ничего не понятно. Почему? Потому что он всю жизнь так живет. Ему с самого начала ничего не понятно, что происходит. И он поэтому в такой системе и живет все время. И он как привык так жить. А женщине все понятно с самого начала, понимаете? И поэтому ей там страшно, где непонятно. И она там не хочет жить. Поэтому с точки зрения разума, женщина должна довериться мужу вопроса, когда ничего не понятно. И в этом заключается только преимущество мужчины. Но преимущество женщины в той сфере, где все понятно, оно бесспорно. Поэтому мужчина подчиняется женщине там, где все понятно. А женщина подчиняется мужчине там, где ничего не понятно. Понимаете, да, идея? Допустим, муж пришел с работы, все понятно, иди кушать, раздевайся, мойся, иди кушать, садись за стол, руки помой, все понятно. Здесь мужчина подчиняется, потому что все понятно, там нечего фантазировать. А вот как дальше будем жить, тогда, извините, уже мужчина должен думать. Понимаете, там ничего не понятно. Ну ладно, это так, немножко мы как бы с вами вошли уже, вот смотрите, на основании тонкого тела мы взяли вот этот постулат, что есть энергия счастья, есть энергия знания, так? По-разному устроена психика полностью, мужчина и женщина. Женщина это НЛО для мужчины, а мужчина это НЛО для женщины, неопознанный летающий объект, НЛО. Иногда не летающий, но неопознанный. Сначала семейная жизнь не летающий, семейный, а потом становится иногда летающим. Разбор полетов надо устраивать. Ну ладно, давайте будем дальше двигаться и немножко вот у нас мы, сегодня вот у нас такая тема, это разница между мужчиной и женщиной. Мы должны сейчас эту разницу с вами изучить серьезно, потому что потом надо будет уже дальше двигаться. Серьезные вещи уже об отношениях говорит. Первая разница заключается в том, что женщина, она, так как она стремится к энергии любви, а энергия любви по своей природе, она очень чувствительна, тонка и зыбка. Ну то есть энергия любви, энергия счастья, она имеет очень зыбкую природу. И поэтому женщина, она имеет очень ранимое сердце, она очень чуткая, она чувствует все очень чувствительное, она воспринимает мир с несколько, несколько с позиции страха. Почему? Потому что он ранит ее часто, женское сердце очень чувствительное, поэтому женщина иногда боится взгляда грубого, она боится грубого слова, она старается опасаться неправильных отношений. То есть она имеет вот такую природу, психика у нее очень подвижна по природе, очень подвижна. И эта подвижность как раз связана с тем, что она ищет гармонию. То есть женщина ищет гармонию для себя в жизни. Допустим, она на работу пришла, подстраивается под настроение, которое там существует. Она одевается так, как все надо одеваться, чтобы никто ее не ранил, не задел. Она ведет себя так, как надо в обществе, женщина. Ей, допустим, неудобно ходить так, как никто не ходит. Ей надо ходить так же, как в обществе принято. Ну то есть это означает стремление к гармонии, к любви. У нее от природы заложена приятная речь, у женщины деликатность в обращении. Способность почувствовать человека заложенную, подстроиться под его настроение. А также, если он нагреет, способность подковырнуть его там, где слабо, тоже заложено у женщины от природы. Она знает, где как бы у мужа слабое место. И она именно в такой интонации, чтобы его вывести из себя, может ему сказать слова какие-то. И он... Вот это вот, то есть, у нее очень тонкое восприятие, она знает, ну как бы тонкие, слабые места. Женщина от природы, от природы, это все от природы заложено. То есть, этим не надо кладиться. Допустим, женщина говорит мужу, ну ты что такой неаккуратный? Если ты хочешь аккуратного, выходи замуж за женщиной. Будет аккуратный у тебя, глядя. Потому что мужчина от природы, он неаккуратный. То есть, он может быть аккуратным, воспитать себе это качество, но природа у мужчин другая, понимаете? То есть, аккуратность это женская природа. Женщине дано от природы это. Дальше. Женщине дано от природы возможность чувствовать тонкий план. Женщина сердцем воспринимает мир, и она эмоциями воспринимает все. Допустим, у меня жена слушает лекцию, она говорит, хорошая лекция. Я говорю, о чем лекция? Неважно, хорошая. Эмоциями воспринимает. А мужчина, он воспринимает мир с помощью знания. Он говорит, да, лекция хорошая, потому что там говорился о таких вещах. Это очень важно, об этом знать. Вот. А женщина говорит, да, это важно, но вот это ты неправильно сказал. А что именно неправильно в этом, я сказал? Что неправильно? Неважно, но это неправильно. И потом, как по факту, оказывается, действительно неправильно. Но почему неправильно, она не может сказать. Она знает, что это неправильно все. Но женщина воспринимает мир сердцем. Она может, конечно, по-своему объяснить, но не всегда это объяснение в тему. Но как бы, но она знает, что неправильно. Поэтому женщине очень трудно общаться с мужем. Она знает, что он неправильно. А объяснить не может. Он, так как мужчина объясняет лучше, у него знание, энергия развита, знание лучше. Он начинает ей, как бы, с точки зрения банальной эрудиции, то есть начинает ее разводить на логике. То есть начинает ей, как бы, в то ли отчетах объяснять. Она его слушает внимательно и говорит, что все равно неправильно. Ну, то есть, как бы, ее логика это неинтересно, потому что она сердцем живет, женщина. Она сердцем живет. Ее логика вообще неинтересна. И поэтому с женщиной надо общаться на ее языке, на языке сердца. Допустим, ее как спрашивают после лекции, когда она говорит, лекция понравилась? Да. И мне понравилась. А дальше тему не надо развивать. Допустим, женщине можно сказать, мы будем теперь так жить? Да. А дальше не надо развивать тему, потому что, как так жить, она уже сама потом решит. Но, допустим, не сможет рано встать, допустим, утром. И так как она, как бы, она почувствительна по природе, ей очень трудно, как бы, сознаться себе в том, что вот, ну, трудно, как бы, принять, что я плохая, что я рано не встаю. Она скажет, мы будем так жить, но вставать будем не рано. Ну, так будем жить, как сказал Олег Геннадьевич, но вставать рано не будем. Понимаете? Ну, то есть, как бы, вот так вот. Но мужчине это нелогично. Он говорит, ну, как я тут сказал, вот так, значит, надо рано вставать. Нелогично, как бы, понимаете? То есть, идея в чем заключается, что я хочу до вас донести, что природа у мужчины и женщины абсолютно разная, противоположная. И, соответственно, черты характера тоже противоположные. Допустим, ответственность у женщины, женщина ответственная, допустим, там она работу делает как надо, там все выполняет как надо. Ответственная такая женщина в жизни, зарплату хорошую получает. Это хорошая черта характера для женщины или нет? Вед говорит, нет. Женщина должна быть ответственной в женском. То есть, дома прибраться, приготовить все. Видите, женщины сразу напряглись. Алик Геннадьевич. Ну, вот всегда, то, что касается тебя, это всегда трудно. Понимаете? Вот точно так же мужчине трудно на работе быть ответственным. Допустим, является ли правильно развитым мужчина, который как бы дома все приготовит, там берет, помоет, все классно, как бы на работу идти не хочет. Правильно это для мужчины или нет? Нет. Так же для женщины наоборот. Если она как бы круто работает, все там в обществе, у нее все схвачено, дома она теплое, ласковое слово сказать не может. Она считается неправильно развитой. Это плохая черта характера. Теперь смотрите. Интересно знать, что вот эта вот у женщины устремленность к тому, чтобы на работе все было хорошо, а дома как бы менять сил нет. Это то же самое, что у мужчины, дома все будет хорошо, а на работе у меня сил нет. Это то же самое, это одно и то же. Вот понять это, ну, понять чувствами невозможно. Это надо просто принять. Понимаете? Это одно и то же. Допустим, смотрите, гневливость у мужчины и обидчивость у женщины, это одно и то же. Допустим, если женщина рождается мужчиной в следующей жизни, она очень обидчивая по природе, то в следующей жизни она становится грубой и гневливой в мужском теле. В женском теле она обидчивая, и она говорит, обидчивая это хорошо, а грубость это плохо, она, допустим, говорит. В этом случае она заблуждается, потому что это одно и то же. Понимаете, как хитро все устроено? Теперь у меня к вам вопрос. А можно ли увидеть свои недостатки в глазах мужа? То есть, вот в лице мужа, вот муж как бы, вот мой муж, можно ли увидеть свои недостатки мужа? Какой ответ? Как это сделать? Да, с позиции разума это можно сделать, первый вариант, второй вариант. Это с позиции разума, да. Правильно, страшная позиция такая. Вот меня одна женщина спросила, Олег Геннадьевич, пожалуйста, скажите мне, какой бы я была, если бы я была мужчиной? Я говорю, вы уверены, что вы хотите об этом знать? Она говорит, да. Я говорю, приготовьтесь к неожиданному ответу. Она такая, уже напряглась такая. Я говорю, такой же вы будете, как ваш муж. Она такая. Был шок. Точно такой же, как муж. Представляете? Может, чуть другой. Нет, точно такой же. Имеется в виду его отношение к вам. Потому что некоторые люди замечают, когда по нескольку браков, они замечают, что человек в следующем браке ведет себя совсем иначе, чем в этом. Он другим как будто бы становится, как будто его поменяли. А это на самом деле не человек и ведет себя. Мы играем в чужие игры в этом мире. Понимаете? Мы ведем себя так, как положено вести моим близкому человеку. И он меня воспринимает вот таким человеком, хотя я чувствую, что я немножко другой. Понимаете? Или нет? И это значит, что вот каким ты мужа как бы воспринимаешь, такой ты будешь и таким мужчиной ты можешь стать в следующей жизни. С этой точки зрения нет смысла обсуждать, кто лучше и кто хуже. Понимаете? Это бесполезное занятие. Пустая трата времени. Это колоссальное такое знание. Если человек осознал его, то сначала тяжело жить становится, а потом легко. Потому что не в чем обвинять человека. Не в чем обвинять. В чем интересно знать, что мужчины, они изначально принимают на себя страдания всей семьи. Вот само собой, как бы в их психике скапливается карма жены, детей. То есть берут груз жизни на себя на тонком плане. А женщина берет на себя изначально чистоту семьи или ее совесть. То есть женщина, она отвечает за чистоту семьи. Это так устроено в этом мире. То есть она чувствует, когда правильно, когда неправильно мы идем в жизни. Она берет на себя это изначально. А мужчина, он изначально берет на себя тяжесть жизни в семье. В нем эта тяжесть скапливается. Ну, допустим, муж начал спиваться. Это значит, что он тяжесть жизни не выдерживает. Или, допустим, женщина начала в истерике входить. То есть она плачет все время. Это означает, что она не выдерживает возможность сохранить чистоту в семье. Понимаете? Интересно знать, что когда женщина не выдерживает возможность сохранить чистоту, то муж спивается. Если женщина содержит чисто семью в атмосфере чистоты, в духовной атмосфере, то означает, что муж не сыпьется, потому что у него совесть снаружи. Совесть – это энергия женская, женская природа. То есть если женщина позволила, что в доме нет Бога, нет алтаря, а эта женщина не присуща с жизни, с рождения, она чувствует, что нужна духовность. Она позволила, что в доме нет алтаря, нет молитвы, в доме нет святости. Значит, тогда тяжесть жизни скапливается на мужа. Что получается? Ломается и спивается. Кто страдает от этого? Все страдают. Теперь мужчина должен стремиться к борьбе за свою судьбу. Он должен не ленивую жизнь вести, а аскетичную. Если мужчина не совершает аскезы, тяжесть жизни семьи не преодолевает через аскезу внутреннюю, то тогда в результате женщина теряет чистоту, потому что она находится в постоянном беспокойстве. Когда в семье жизнь тяжелая становится, у женщины мутится разум. Она не может чисто воспринимать события, она начинает паниковать. Видите, все завязано. То есть если женщина не ведет чистую жизнь, мужчина не может нести свой груз. Если мужчина не несет свой груз, женщина не может вести чистую жизнь. Все завязано и все как бы идет куда? Туда, куда мы его направили.